Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас выкатываем из ангара Эмиля1951. Что за машина такая, думаю, знают все. Давайте кратенько обсудим ТТХ, то что можно обсудить непосредственно в ангаре, по моему мнению, но остальное будем заценивать непосредственно в самой катке. Значит, по броне. Броня бодренькая, хорошенькая. Мне, честно говоря, нравится на нем отыгрывать от башни. Здесь действительно много брони для своего уровня. Ну а уж тем более, когда от башни отыгрываете и здесь привиденка улучшается, ну просто таким красота. Хотя, ребят, будьте готовы к тому, что вот здесь вот картон, вот здесь вот картон и вот здесь вот прям совсем картон. Поэтому самое правильное, что вы можете сделать на Эмиле, это отыгрывать просто вот так вот прямо. Но, по крайней мере, в моих руках так машина играется лучше всего. Что касается ТТХ по орудию, здесь, честно говоря, не все так весело. Я очень не люблю цикличные барабаны. В частности, этот мне как бы не очень сильно понравился. Объясню почему. Три снаряда, это прикольно. Альфа М310 для барабана цикличного на восьмом уровне для тяжелого танка, можно сказать, что в принципе тоже нормально. Бронепробитие тоже в пределах разумного. Углы склонения вниз, минус 10, довольно-таки нормально отыгрываются, что позволяет очень хорошо принимать непробитие башней. И это действительно, ну, очень часто выручает и действительно комфортно, приятно. А вот что касается времени сведения, разброса и в целом точности орудия. Ну, я бы сказал, что не сильно все так весело. Я поставил себе оборудование, амуницию так, чтобы улучшить время перезарядки и улучшить время сведения. И вот, ребят, с учетом установленного оборудования и амуниции, у меня время сведения все равно 4,4. И в бою это не очень приятно. Я бы сказал, порой очень неприятно. Разброс хороший, вопросов нет, 0,3. ДПМ при этом заявленный 2058, это связано с тем, что 310 альфы за один выстрел вроде бы и неплохо. Но, ребят, снаряды между собой перезаряжаются по 3 секунды внутри барабана. Ну, а потом вам необходимо уйти на целую 21 секунду с копейками на перезарядку. Это если вы апните себе КД барабана. А если апать не будете, здесь еще страшнее цифра будет, вот поверьте мне на слово. Ну что, то, что смогли обсудить, обсудили непосредственно в самом ангарчике стоя. Ну, а теперь давайте в бой, как говорится, ринемся. Что из себя представляет Эмиль1951 для меня? Поиграв на нем несколько каток, в районе где-то 10, времени особо много не было, хотелось как можно быстрее выпустить видео, чтобы вы увидели, как танк играется средними руками. Соответственно, много каток не делал, но за эти 10 каток у меня устоявшееся мнение появилось по поводу того, что Эмиль1951 это такой себе, ребят, бегун, у которого проблемы с сердцем. Вот если знаете, что такое тахикардия, я думаю, вы тогда понимаете, о чем я говорю. А говорю я, ребят, о том, что очень бодренько ты заезжаешь и очень бодренько начинаешь что-то делать. Но как только тебе необходимо уходить на перезарядку, вот то, что я говорю, что время с ведением не очень бодрое и, честно говоря, не очень приятно отыгрывается. Хотя пушка, я бы сказал, довольно точная. Голда выручает, вопросов нет. Ну, а вот теперь, ребят, отбросав барабан, мы, как бегун с тахикардией, должны находиться с вами на перезарядке довольно-таки долгое время. И если в пределах этой карты еще терпимо и еще нормально, то есть вам, как говорится, есть чем здесь заняться, переехать, найти себе новую позицию какую-нибудь, то на других картах порой становится очень уныло и очень паскудно. Особенно если рядом с вами где-то находятся ваши соперники, которые пытаются вас в это время еще и выцелить и стрелять. Поэтому все свои 20 секунд времени, на то и чуть больше, находясь в бою вне пределах городской карты, вы, ребят, будете заниматься тем, что будете пытаться танковать выстрелы от ваших соперников. Ну, а, честно говоря, имбовости в броне нет, а значит, вам придется не очень приятно. Вот сейчас мне очень сильно повезло, что Испсу просто сам по себе психанул и отбросил снаряд раньше, чем нормально в меня прицелился. Сейчас вроде бы и за ним как бы поехать хочется, а с другой стороны понимаю, что меня сейчас будут дальше разбирать. Поэтому, ребят, будьте осторожны и будьте готовы к тому, что время перезарядки вашего барабана вам необходимо каким-то образом скоротать. И скоротать толково. Вот сейчас, блин, уже едь воюем, ГСН, но нет, я до сих пор перезаряжаюсь. Честно говоря, за это ощущение я и недолюбливаю, блин, вот эти все цикличные барабаны. Есть буквально несколько приятных танков в игре, все же остальные добавляют такого уныния в игре временем перезарядки. Ну, прям совсем. Быстренько каточка пролетела, сейчас забросимся обязательно во вторую катку, поскольку не совсем показательный бой получился. Не все с вами смогли заценить, то, что хотелось, но хоть что-то показать получилось. Теперь, что касается результативности. 2500 единиц урона для Эмиля это вообще ни о чем. Действительно, в отношении урона машина отыгрывается, ну, я бы сказал, нормально. Если вы за боем хотя бы 3 магазина сможете отбросать, вот вам, пожалуйста, практически полная копилка будет у вас в отношении урона. Главное, просто умудриться это сделать. Что касается фарма, ребят, 71 тысяча фарма с учетом прем-аккаунта и без включенных бустеров. Если я правильно помню, бустеры я не активировал. И за вот такой вот бой, 71 косарь серебра, я бы не сказал, что это прям горы, но согласитесь, все-таки нормальный фарм получается за, в принципе, никудышний бой, в котором мы практически ничего не сделали. Я не могу сказать, что в моих руках Эмиль 1951, а руки у меня не сильно умелые, будем говорить откровенно, хоть я играю 8 лет, но у меня процент побед в районе 50%. Я за статой не гоняюсь, вполне спокойно там где-то могу слиться, и, честно говоря, не сильно из-за этого грущу, играю, так как получается, так как душа мне велит, и получаю, в первую очередь, удовольствие от игры, а не стою где-нибудь в кустах и, отстаиваясь, набрасываю большое количество урона. Наверное, из-за этого довольно часто я и сливаюсь, потому что лезу на рожон, мне хочется попасть в самый большой замес, какой только можно себе придумать. А Эмиль 1951, он не терпит таких замесов. Вот серьезно, ребят, если вы из тех товарищей, которые хотят заехать прям в гущу событий и начать всем там наваливать, то на Эмиле это сделать будет сложно. Точнее, нет, не так. Первые три снаряда это сделать будет довольно-таки легко, а вот дальше будет, ребят, сложно. Поэтому я бы рекомендовал вам на Эмиле находиться не в гуще событий, а приближенно к ней. Ну вот так, чтобы на ваших союзников, уж союзники, не обижайтесь, ваши соперники начинали сводиться, выцеливать их, а вы в это время перезаряжались и пользовались своим барабаном. Так, вот у нас стоит товарищ Крушитель. Спит, зевает, ну а пушка, она, ребят, что самое парадоксальное, точное. Я не ожидал, вот когда я заценивал цифры, когда я начинал на нем играть, я был очень сильно удивлен тому, что пушка насколько точно стреляет, даже без полного сведения. И, наверное, если бы еще и пушка не точно стрелялась без полного сведения, этот танк, вот в разрезе самого орудия и комфортности ведения огня, ну, был бы совсем-совсем никакущий. А также, благодаря вот этой вот точности орудия при стрельбе практически на обум без полного сведения, машинка отыгрывается гораздо бодрее, гораздо веселее и гораздо приятнее. Так, ну что, брат, вот совершаю глупость, вылез, и теперь мне необходимо каким-то образом против этого товарища потанковать, ну и успеть перезарядиться. Слава богу, я так понимаю, товарищ сам не сильно понимает, что и с кем делать, но это уже больше везение, согласитесь, чем устоявшаяся единица измерения в наших боях, потому что очень часто бывает такое, что ты как раз попадаешь не на глупого товарища, ну и он, соответственно, делает тебе крайне больно и неприятно. Так, сваливаем и опять начинаем перезаряжаться. За это время на этой карте особо далеко не побежишь. Я, честно говоря, не хочу ехать туда к СМВМ по одной простой причине, потому что товарищ бронированный, но и, честно говоря, у меня нет абсолютно никакого желания с Чифтейном встречаться, потому что товарищ довольно быстро перезаряжается. Вот такая вот интересная дилемма у нас получается. Я еще до конца не свелся, чтобы точно зарядить ему в кепку, а мне товарищ все-таки накинул. Как вы видите, в башне он даже с учетом там какой-то приведенки тоже прилетает, прилетает бодренько. Про брата я вам говорил, что это сущий картон. Ну и что касается играбельности машины, как я уже говорил, машина крайне удобная и крайне приятная при игре где-нибудь на городских картах, там где вы действительно можете нормально, спокойно отстояться или куда-то переместиться, прикрываясь зданиями на время своей перезарядки. Играя же на открытых картах, вы очень хорошая мишень. Раньше, когда Эмиль появился, да, безусловно, товарища боялись, потому что он был типа супер бронированный, а плюс у него барабан, ну и мало кто на тот момент мог нормально себе, скажем так, не то чтобы предполагать, чувствовать тайминг того, когда Эмиль опять ринется в бой. Сейчас же все это прекрасно понимают. 2000 урона, да, окей, хорошо, но результативность, ребят, по команде, вот с вот этим вот всем, пускай и первое место, но не выдающееся. Слились, да, безусловно, в первую очередь, потому что вот эти ребята отыграли скудненько. Но Эмильчик, он не будет прям огромным нагибатором в каждой катке. Да, классные катки на нем бывали у меня, но сказать, что это прям must-have, нет, ребят. Такого про эту машину я сказать не могу. Вот если про Акулу я это сказать могу, потому что Акула действительно прощает очень многое, то Эмиль, он прощает вас ровно до тех пор, пока у вас есть снаряды в магазине. А когда они заканчиваются, такое впечатление, что товарищ становится злопамятный и делает все возможное для того, чтобы вам сделали соперники неприятно. Покупать или не покупать, ребят, я думаю, что за тот ценник, за который машина сейчас стоит на продаже, купить можно. Если ничего более годного вы себе представить не можете, или если годные машины у вас уже стоят в ангаре, и вам прям вот хочется куда-нибудь вложить свободную голду. На данный момент, ребят, у меня все. Это было абсолютно честное мнение по поводу Эмиля 1951. Подписывайтесь на канал, если вы за честность, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и помогите мне развивать канал честных обзоров на танки и товары в магазине. На сегодняшний день более 400 видео уже ждут вас у меня на канале. Всех благ вам, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok